Если вы посмотрите направо, вы увидите емкостное оборудование, в котором хранится молоко, ряженка, варенец, бифид, бифидок. Йогурт – один из самых любимых напитков всех школьников. Посмотреть, как его изготавливают, дети отправились на экскурсию в самый центр молочного производства – в Барнаульский молочный комбинат. «Проведем пропаганду здорового питания, донесем до деток, чтобы они видели, из чего готовят продукты уже в школьной столовой, и что эти продукты полезны для деток, для их общего развития, с учетом их возрастной категории». Гостей провели через три цеха – аппаратный, разлива и сырково-творожный, и лабораторию. Там ребята увидели своими глазами, как производят сметану. Все начинается с проверки молока, очистка, охлаждение, обязательно подогревают, чтобы уничтожить бактерии. И все это потом заквашивается. Это занимает около 12 часов. Технологические процессы были интересны и детям, и взрослым. «Экскурсии на предприятии проводятся достаточно часто. Мы открыты к посетителям, мы демонстрируем высокий уровень санитарно-гигиенического состояния производства, техническая оснащенность, и мы с удовольствием делимся с этими ребятами». Отдельное внимание уделили упаковыванию готовой продукции. Это, по словам директора БМК, всегда интересует юную аудиторию. Школьники удовлетворили любопытство, а их родители убедились, что за качество переживать не стоит. «Мне больше всего заполнился завод с творогом. Мне там очень понравилось. И мне было интересно посмотреть, как упаковывают творог. Мне больше понравилось там, где создавали всякие там микрофлоры, вот эти вот микробы, специальные бактерии, потому что в которых делаются кисломолочные продукты. Мне больше всего понравился цех с сметаной. Очень красиво. Продукты молочные должны быть вкусными и полезными». Для участников экскурсии организовали и самый вкусный этап производства – дегустацию. Все остались довольны. Как говорится, проверено на себе. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.